Продолжаем знакомить вас с новостями. Улыбки, объятия и слезы радости в спорткомплексе «Гармония» встретились те, чей труд обеспечивал становление и развитие газотранспортной системы Западной Сибири на протяжении более 30 лет. Накануне Дня Старшего Поколения компания «Газпром Трансгаз Томск» поздравила своих ветеранов. Все подробности далее. Молодые, замечательные. 36 лет назад, в такой же вот сентябрьский день, они были среди тех, кто строил и вводил в эксплуатацию первый за Уралом магистральный газопровод НГПЗ «Парабель-Кузбасс», которому суждено было стать основой газотранспортной системы региона. 1100 километров трубы, заполненной водой, неопрессованная, неиспытанная, неотлаженная система. За два месяца сделать то, когда никто в это не верил. И вне стен родного предприятия они остаются производственниками с большой буквы. Идет ли речь об устройстве в доме электрооборудования или систем водоочистки. При этом они все те же увлеченные романтики, собирающие, к примеру, коллекцию старинных фотоаппаратов. Вот фотоаппарат, место встречи изменить нельзя. Анатолий Гребнев в Томск-Трансгазе со дня его основания, в 77-м. Технологическая пропасть между той газотранспортной системой и нынешней, все равно, что между его довоенным комсомольцем и айпадом. Но, уверен ветеран, суть работы на трассе неизменна. Она по-прежнему требует от людей ответственности и самоотдачи. Может быть, у них бытовые условия на трассе стали лучше. А люди, как работали, так и работают. Ведь никуда эту грязь, это никуда не денешь. Землю это никуда не денешь. Эти тяжелый труд сварщиков никуда не денешь. Предприятие, созданное для эксплуатации одной газовой магистрали в Западной Сибири, работает сегодня в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока. И это заслуга тех, кто был в этот вечер в зале. С такими людьми можно идти и в разведку, и хоть куда. Но основа этого... Спасибо вам огромное за то, что вы сделали для нашего общества, для нашего Трансгаза. Спасибо вам большое. И низкие вам поклоны. Полиция.